Вы, наверное, слышали про когнитивные искажения, но на самом деле все значительно сложнее. Наш мозг не был эволюционно предназначен для той реальности, в которой мы оказались. Ну вот простой пример. Все в нашей жизни происходит постепенно. Растения растут постепенно, дети растут постепенно, зарплата вроде как в целом постепенно растет. А мы сталкиваемся в жизни с процессами, которые могут изменяться экспоненциально. И вот, собственно говоря, технологический взрыв и бум, который мы сейчас переживаем, это пример вот такого экспоненциального роста. И если раньше считалось, что искусственный интеллект пройдет тест Тюринга в течение 100 лет, то сейчас уже я могу вам официально сказать, что в 2022 году все вариации теста Тюринга пройдены. То есть когда вы общаетесь с искусственным интеллектом, вы не можете понять, общаетесь вы с конкретным человеком, другим, или вы общаетесь с искусственным интеллектом. Но есть и другие вещи. Есть же куча, например, предрассудков, которыми мы полны с вами. Предрассудки — это одна из форм таких иллюзий, ошибок, которые мы совершаем, потому что нам кажется, что какие-то события связаны с какими-то обстоятельствами, потому что они связаны просто ситуативно. А так получается, что на самом деле, если черная кошка пробежала дорогу, и вы после этого попадаете в дорожно-транспортное происшествие, это просто события, которые идут рядом, и для нашего мозга понятно, что он их ассоциирует. Если ассоциация не произошла, он эту ситуацию просто запомнит. А если в гороскопе сказали, что сегодня будет плохо, и случилось плохо, вы думаете, что все, сработало, все правильно и так далее. Мы полны иллюзий, когнитивных искажений и так далее, и поэтому мышление — это тот инструмент, который позволяет нам разгадать тайны реальности и стать значительно более продуктивными в жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...